Марки, ты приехал учиться. Изучать Верховный суд и готовиться к юрфаку. Ты готовишься стать человеком, на которого будут ориентироваться другие люди, и которого они будут просить о помощи. Ты здесь для того, чтобы не работать до конца жизни в мясной лавке, как другие месснеры. Ты здесь не для того, чтобы нажить неприятностей за девушки, перерезавшей свои запястья. Запястье. Одно запястье. Одного достаточно. У нас их всего два, и одно это слишком много. Мама, ты не понимаешь. Думаешь, я не понимаю? Это так. Ты не понимаешь. Я останусь твоим отцом, но лишь в качестве сделки. В мире полно девушек, не резавших запястья, ничего не резавших. Их миллионы. Найди одну из них. Пусть даже не еврейку. Кого угодно. Сейчас 51 год. Мир изменился. Встречайся с кем хочешь. Женись на ком хочешь. Делай что хочешь с той, кого выберешь. Лишь бы она никогда себя не резала. Девушка, чьи душевные травмы так глубоки, что она так поступила разрушить тебе жизнь еще до ее начала. Мама, ты не понимаешь. Эти отношения такие серьезные. Серьезные? Она серьезно тебе навредит. Она страдает. Она слаба. А слабые люди Марки, слабые люди не безвредны. В их слабости их сила. Ее нестабильное состояние для тебя угроза. Она чудесная девушка. Похожа на богиню. Ее хорошо воспитали. Хотя, возможно, и с этим все было не так просто, как кажется. Никогда не знаешь, что происходит за чужими дверями. Если ребенок начудил, нужно присмотреться к родителям. Мне в любом случае ее жаль. Я молюсь за нее. Я против нее ничего не имею. Но ты... Ты мой сын. Мой единственный ребенок. Я твоя мать. Я готова и должна сделать ради тебя что угодно. Ты понимаешь? Я понимаю. Я понимаю. А значит, ты пообещаешь, несмотря на ее слезы и мольбы. Ты пообещаешь положить этому конец. Обещаешь? Обещаю. 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 Обещаю.